Так, что у нас видно? У нас видно наш экран. Отлично. Отлично и хорошо. Ребята, рады вас всех не видеть, потому что мы вас не видим и не слышим. Отключены у вас и микрофоны, и камеры. Только наши микрофоны и камеры включены, потому что рассказывать сегодня обо всем будем мы с вами. Позвольте представить Максима Сидоренко, отца или, я не знаю, мать. Как вы тут правильно говорите? Бежаешь. Я породил идею, а ты породил рестапи для встроенных приложений. Кто из нас отец, а кто мать? Неизвестно. Трудно сказать. Да. Максим на самом деле ключевой разработчик, связанный вообще с Рестом. Весь модуль Реста, который существует в природе, это целиком и полностью его заслуга, его разработка. Он занимается тем, что курирует Bittrex24 Network, и все связанные с этим вещи. А как вы понимаете, на этот функционал в Bittrex24 практически все завязано. И весь тот функционал, который вы ждете, включая задачи, которые передаются между порталами и прочее, прочее. В общем, это все Bittrex24 Network. И именно это все вот в этих мозолистых руках Максима и находится. И сегодня он согласился поучаствовать в вебинаре, чтобы мы смогли рассказать вам вкратце о новой возможности для разработчиков приложений по встраиванию приложений в интерфейс, существующий облачного, ну и в том числе и коробочного Bittrex24. Как вы наверняка знаете, если вы сталкивались с приложениями, то до текущего момента единственный вариант приложения, добавив свой интерфейс в интерфейс, это были странички, которые добавлялись, ну вот допустим, мы возьмем сейчас телефонет, манго, телеком. При установке приложения оно могло поставить дополнительную страницу, на которой показывал какой-то пользовательский интерфейс, какие-то настройки, неважно. То есть фактически весь, все бизнес-сценарии, которые приложение реализовывало, разработчики были вынуждены делать на отдельной странице. Нам показалось, что этого, конечно же, мало, и собственные разработчики мягко нам на это тоже намекали, что пора бы уже встроиться в какие-то более интересные места в Bittrex24. Почему? Ну, во-первых, потому что сейчас, из-за отсутствия возможности в стройке, даже не сейчас, а до текущего момента, разработчики вынуждены были дублировать часть стандартного функционала Bittrex24. Ну, например, им нужно было бы что-то сделать со сделкой, для того, чтобы с этой сделкой что-то сделать, они вынуждены были делать интерфейс в своем приложении по поиску этой сделки. То есть масса лишней работы только для того, чтобы от пользователя получить указания, с какой сделкой или там контактом компании, задачей он должен иметь дело. Это все не очень хорошо, потому что и наш интерфейс постоянно обновляется, и пользователи привыкают работать с стандартным интерфейсом Bittrex24, потом они вдруг идут в приложение, а там все наоборот, нужно привыкать к каким-то другим сценариям, неудобно. А когда мы говорим о встраивании, для разработчиков это означает, что мы можем прямо в сделочку, например, что-то вставить, кусочек своего приложения, какую-то возможность вызвать дополнительный функционал, и это позволит пользователям заниматься своими делами в том интерфейсе, к которому они привыкли. А разработчикам добавлять в этот стандартный интерфейс, не вмешиваясь в стандартный функционал, дополнительные необходимые пользователю возможности. Вот, собственно, сегодня мы такие сценарии будем демонстрировать, потому что уже сейчас в облаке раскатаны обновления, которые позволяют встраивать всплывающие пап-апы, которые мы покажем, во все ключевые объекты CRM. В контакты, в компании, лиды, сделки, даже дела. Да, даже дела. Чем, кстати, воспользовался на текущий момент один разработчик, товарищ Шевчик, который сделал интеграцию с SMS-провайдером, и он позволяет через дела смотреть статус отправленных SMS. Это вообще обалденно. То есть мало того, что CRM-робот может отправить SMS-ку, ведя сделку или лид. Пользователь прямо из интерфейса Bitrix24 по уже отправленным SMS-кам может проверить, а дошла ли SMS-ка. Посмотреть статус, какую-то дополнительную информацию об SMS-ке очень удобно, и для этого не пришлось Шевчику делать отдельный интерфейс с выбором каких-то там SMS, фильтрацией по лидам, прямо находясь в лиде или в сделке. Вы бац и смотрите, отправился или не отправился SMS-ка. Вот это мы сегодня и будем показывать. Начнем, наверное, с того, что включим экран. А на экран видно? Может, да, видно мой экран. Это хорошо. И запись я включил. Это вообще замечательно. Тоже случается не каждый раз. Значит, коллеги, если будут вопросы по ходу на наши мутные лица, если будет сложно смотреть, опять камера что-то мутит, но главное, что экран нормально видно. Не стесняйтесь, пишите сразу вопросики. У нас теперь тут двое. Мы вдвоем будем следить за тем, чтобы мы вопросы не пропустили и на них сразу ответили. Есть ли какие-то проблемы с трансляцией, на ваш взгляд, или хотите каких-то уточнений, спрашивайте сразу. Мы для этого здесь собрались сегодня вдвоем, чтобы помогать вам изо всех сил. Ну и начнем, собственно, демонстрацию. Для этого пойдем в локальное приложение. На каждом вебинаре я показываю, как добавлять локальное приложение. Покажу еще раз. Итак, есть возможность в конкретный портал Bitrix24 встроить не тиражное приложение, то есть доработку, которое будет работать только в этом конкретном Bitrix24. Такие сценарии хороши, когда вы делаете какие-то интеграции или какие-то расширения функционала для конкретного заказчика или в процессе разработки. То есть вот до того, как вы захотите сделать тиражное приложение, подать его на модерацию, чтобы он появился в каталоге приложения 24, вот до этого момента можно не заморачиваться с оформлением карточек, генерацией иконок. Вы можете сделать локальное приложение, на нем все отладить, весь функционал, а потом уже перейти к публикации, потому что технически локальное приложение, вот тиражного приложения, устанавливаемого через приложение 24, технически разницы никакой нет. Вот мы сейчас возьмем, добавим наше локальное приложение, назовем его «Стройка». Это название приложения, которое будет доступно в списке. Это название русского пункта меню, который появится вот здесь слева, потому что названия для встроиваемых виджетов будут даваться отдельно через растапе. И здесь мы должны дать права этому приложению на конкретные модули виджет 24. Ну, поскольку мы кейсы, которые сейчас будем с Максимом демонстрировать, связаны с CRM, то я включаю доступ к CRM, но самое главное, вы видите, здесь появился новый скоуп, который называется «Встраивание приложений Placement». Если ваше приложение захочет куда-то потом встроиться, в доступные, конечно, места, мы не даем произвольные места для встраивания, даем конкретные, не забудьте поставить галочку, потому что иначе у вас будет как бы обычное приложение. Вот у нас есть URL-приложение, которое мы заранее сделали. Мы его сюда вставляем и сохраняем. У нас появилось локальное приложение. Оно появится и в меню, но чтобы быстрее его найти, есть такая прекрасная штука, как правый щелчок, мы переходим к приложению. И здесь мы видим, на самом деле, ну, это интерфейс, сделанный для демонстрации конкретного функционала. Это не пользовательский интерфейс, а скорее сценарий, сделанный нами, чтобы показать, как происходит встройка. Мы вынесли пять обработчиков, которые приложение может установить. Оно может это делать во время своей работы, то есть это не обязательно одноразовая операция. Вы можете в процессе работы приложения, включая или выключая какие-то настройки, которые доступны пользователю, добавлять или убирать встраиваемые виджеты. Вот мы придумали несколько сценариев и несколько мест для встраивания. Давайте сейчас вернемся, точнее, пойдем к коду, но сначала покажем, как это чисто визуально выглядит. Например, у нас есть такой сценарий, как послать вкусняшку, привязанную к контакту CRM. Вот я разработчик установил. Это визуально никак не видно, поэтому вы мне верьте на слово. Теперь я перехожу в CRM, в контакты. Я в контакты поставил. В контакты дома. И вот здесь, в выпадающем списке элементов, появляется пункт приложения, в котором мы видим добавленную нами операцию «Послать вкусняшечку». Эта операция чисто визуально проявляется в виде всплывающего попапа-кошечка, внутри которого находится фрейм с интерфейсом приложения, с тем функционалом, который вы хотите сделать. В данном случае мы придумали такой сценарий, что, допустим, мы хотим клиенту послать вкусный, прекрасный подарок. Мы открываем фрейм. Вот этот адрес клиента мы фактически за счет растапа берем из контакта CRM и показываем ему некую витрину, по которой можно послать подарочек, например. Понятно, что сюда вы можете вставить любой интерфейс, любой бизнес-слойки, который нужен непосредственно вам, сразу там формирование заказа какого-то, отправить эти данные во внешнюю какую-то ERP-систему без проблем, может быть, сделать какие-то дополнительные возможности по генерации документов. Все что угодно. Главное, что вот в этом приложении мы не просто же открываем попап, мы находимся в контексте конкретного объекта. То есть прямо в этот фрейм битрикс24 сообщает, что, ребята, мы не просто фрейм показываем, мы его показываем для конкретного контакта, то есть вы знаете тип объекта, с таким-то номером, его идентификатором. После чего вы фактически операции, совершаемые в этом приложении, уже можете привязывать к конкретному объекту. А теперь мы перейдем к главному, к красоте, так сказать. Мы перейдем к программному коду. И начнем мы с… С чего мы начнем? С индекс.PHP. Слово автору. Здравствуйте, уважаемые коллеги. На самом деле на индекс.PHP нам даже особо нечего показывать. Честно говоря, мы с Сергеем очень долго думали над тем, чтобы нам показать такого, чтобы не пересекалось с какими-нибудь вашими идеями, с тем, что вы можете придумать. В итоге мы сделали такую вот как раз программу, которая посылает. Она посылает вкусняшки, она посылает цветы, она посылает нафиг. Ну, или еще один специальный кейс, о котором мы расскажем немножко попозже, который продляет то, что Сергей рассказывал на предыдущих вебинарах. Видите, здесь мы задаем список тех мест и тех обработчиков, которые мы собираемся встроить. Немножко, если отвлечься от кода, на самом деле работа с установкой обработчиков, она очень-очень похожа на работу с обработчиками событий. Они специально делались так, чтобы интерфейс был практически единым. То есть точно так же, как вы с обработчиками событий, задаете, например, некий идентификатор события, который указан в документации, и задаете некий адрес, который лежит где-то на стороне приложения, куда должна прийти идентификация событий. Здесь все точно так же. Вы указываете какой-то идентификатор того места в стройке, куда мы собираемся, куда вы хотите встроить, и указываете адрес, который будет открыт в фрейме, вот, собственно, вот в этом самом месте. Окей. Да, по сути, вы видите по названиям констант предопределенных, что, в общем, в какие места вы хотите встраиваться. Можно перейти к конкретному обработчику, там будет именно идентификатор места. А где у нас эти константы, кстати? Они определены там в вспомогательном классе. Плэйсмэнт. Да. Вот. Вот здесь, собственно, 4 идентификатора указаны, вот этих, которые являются идентификаторами, собственно, 4-х места стройки. Эти идентификаторы уже описаны в документации. Если вы пойдете, давайте я даже покажу, в какой раздел. Вот мы, допустим, сходим сейчас в документацию по РЕС. Я не уверен, что уже описано. Описано. Я же видел вот этими глазами. Роберт Оперативный. Да, он Оперативный очень. Да. Вот в общих методах есть раздел, который называется встраивание приложений, где, собственно, эти методы уже описаны. Вы можете ими пользоваться вот прямо в том объеме, который есть. И здесь перечислены возможные места для стройки. Как видите, это список сделок, лидов сделок, счетов. Я про счета, кстати, забыл сказать. Предложений даже, контактов, компаний. И список дел. Ну, список дел, он универсальный. Он и там, и там, и там во всех этих объектах существует. Как говорится, велкам. Собственно, эти константы мы в коде и ссылаемся. Вернемся на индекс PHP. Вернемся на индекс PHP и продолжим общее. И дальше, если мы прокрутим немножко вниз, то мы видим абсолютно стандартный вызов. Знакомый вам BX24 call метод, который вызывает описанный в документации метод placement bind, передает ему, собственно, идентификатор placement, место в стройке. Мы, кстати, еще только не определились с терминологией. Может быть, вы что-нибудь посоветуете. И передает, собственно, адрес обработчикам. Ограничения на адрес обработчика, в общем-то, точно такие же, как на события. То есть он должен находиться в том же домене, что и основной адрес приложения. Также можно передать название этого обработчика. Точнее, название пункта меню в данном случае, которое будет отображаться для места в стройке в CRM. И какое-то короткое описание, которое будет конкретно там выскакивать в всплывающем тайтле. Обратите внимание, мы не ограничиваем количество добавляемых, по сути, функций в интерфейс. В нашем примере, в один, ну, в смысле, в контакт, мы встраиваем сразу две операции. То есть вы можете проектировать бизнес-логику приложения так, чтобы давать пользователю разный функционал отдельно, чтобы не приходилось, опять же, в одно приложение, в один фрейм запихивать все, что есть в вашем приложении целиком и полностью, как-то переключая там между этим функционалом внутри своего интерфейса. Можете добавить нужное количество менюшек, ну, в данном конкретном случае мы говорим все-таки про выпадающее меню. Добавьте столько, сколько нужно, если это с вашей точки зрения отдельной операцией. Ну, понятно, что, наверное, надо какое-то рациональное зерно в этом искать и не добавлять там 158 пунктов сразу, потому что люди запутаются. Если вы понимаете, что у вас приложение, не знаю, там, отправляет письмо, отправляет смс, посылает нафиг там или предлагает цветочки, наверное, это четыре разные операции, соответственно, вы можете добавить четыре пункта меню. Про этот самый, как я говорил, про хендлер. Да. Ну, естественно, нужно учитывать, что поскольку этот хендлер, он будет открыт в фрейме, который расположен в B324, то, скорее всего, его нужно делать доступным по HTTPS с валидным сертификатом, иначе пользователь будет получать всякую неприятную ругань, которую, в общем-то, нам с вами видеться не хотелось бы. В общем-то, это, наверное, и есть все ограничения, какие мы накладывали. Точнее, даже не мы накладывали в данном случае о браузер. Это будет доступно как в облаке, так и в коробке, и список этих самых мест стройки будут расти, расти, расти. Да, мы в конце немножко расскажем про перспективы, которые в этом смысле для нас открывались. Слушай, а мы же можем показать, какие параметры приходят в наш... Ну, допустим, сейчас вот, если во вкусняшку, мы же можем здесь реквест вывести и показать. Да, вывести здесь принтер-реквест. Вот куда-нибудь, вот куда, допустим, вот сюда мы же можем? Да. Нет. Куда лучше встроиться? Сюда, что ли? Куда-нибудь. Встроимся. Только не забудь этот самый QRE, а то не считай. Control-пробел. Да. А, я знал. Мы сегодня весь день будем наблюдать мучения человека, который впервые сел на МАК. Ну, не так уж впервые, но... Я тоже проходил через этот этап, и до сих пор мне не очень комфортно местами. Но мыши плакали, кололись, но ели кактус. Пырье. Пык. Теперь мы идем... Мы покажем, что у нас... Вот, это мы же вкусняшки сюда добавили, правильно? Пык. Значит, как это у нас выглядит, открылся опять же наш попапчик. Да, есть еще некоторые визуальные косяки. Вот. Значит, что мы здесь видим? Ну, мы видим, откуда у нас вызвалось. Стандартные параметры авторизации, для того, чтобы вы могли РЕСТом пользоваться отсюда, не заморачиваясь. То есть, по сути, мы вам отдаем все токены, которые нужны для вызова РЕСТ. И обратите внимание на два новых значения, которые в реквесте приходят, которых в обычное приложение мы не передаем. А вот сюда мы передаем. Передаем? Да. На самом деле, мы передаем теперь два параметра. Первый – это, собственно, место, откуда вызывается обработчик. То есть, вы можете один и тот же самый адрес назначить обработчиком самых разных мест. И сразу увидите, ну, в параметрах сразу придет, откуда именно его открыли. И вторым параметром – это JSON-строка, которая передает некоторые данные, которые идентифицируют точку встройки. В данном случае мы в контекстном меню вызвали конкретного контакта. И сюда прилетел JSON-строка, которая содержит идентификатор этого контакта. А если это приложение вот такое вот мы сейчас посмотрим, он же хочет нас обмануть. Я знаю. Мы сейчас возьмем и здесь вот тоже проверим вот эту вкусняшку. Мы сейчас вот твою вкусняшку возьмем. Копипасть не будет. И вставим в индекс PHP. И убедимся, что ты меня хотел обмануть. Ну, давай убедимся. Сейчас вот мы это закроем. Пойдем опять в мои приложения. Ха! Он нас не обманул. Во-первых, сюда передается служебный идентификатор плейсмента под названием «Дефолт». Во-вторых, есть вот такая вот новая штука. Если вы отправили пользователя по какой-то ссылке на свое приложение и добавили туда гет-параметры. Например, вот так. То вот эти гет-параметры прекрасно придут точно так же, как и мы получили идентификатор контакта в объекте «Placement Options». Я вот этого не знал. Уже ради этого можно было проводить этот вебинар. Всем спасибо. Я узнал много нового. Нет, это шикарная тема, на самом деле. Очень удобная, потому что вы можете в каких-то, например, нотификациях своих посылаемых пользователем через Bitrix24, или если вы ему ваше приложение какое-то письмо генерирует, формировать ссылку с параметрами для перехода внутрь вашего приложения, чтобы контекст приложения учитывал вот эти полученные параметры и изначально показывал пользователю нужную конкретную информацию или нужный конкретный кусок функционала приложения. Очень удобная штука, безусловно. Так, ладно, значит, не обманул, будем верить ему дальше. Давайте посмотрим, что у нас происходит во Flowers. Ну, по сути, тут, наверное, ничего особого-то не происходит. Давай, наверное, установим остальные обработчики, а то ты только вкусняшку у нас устанавливал. Дыкаем последовательно. Раз. Вконтакты добавили. Интерфейс не дает нам никакого ответа, потому что это все-таки демка такая, которая не ставила перед собой цели вывести исключительно дружелюбный пользователю интерфейс, а просто продемонстрировать возможности. И вот теперь мы видим, что здесь у нас есть послать вкусняшку и послать цветы. Что у нас с цветами? Ну, в общем-то, сценарий похожий. Да, точно так же. Мы открываем некий интернет-магазин, где можно заказать цветы и сразу передать туда адрес доставки, как нашему Ивану 1, Иванову 1 обратиться. Ай-яй-яй. Вот я тоже не очень дружу, понимаешь, с трек-пытач-падом. А мышку воткнуть некуда, потому что в чудесном Mac всего два USB-порта. Один ушел. А, кстати, я мог бы воткнуть мышку-то. Мы же камеру-то подключили к совсем другому компьютеру. Вот теперь я себя чувствую человеком. Нормально. Так, что у нас еще? Где мы встроились? Еще мы встроились в компании. У нас здесь тоже есть приложение. Послать вкусняшку и еще один сценарий. Такой очень жестокий сценарий получился. Жестокий, да. Ну, давайте пошлем. Дышь. И таким образом мы... Вы все умрете. Теоретически вы на этом этапе, на контактный адрес компании должно уходить. Не совсем корректное уведомление о том, что мы разрываем с вами отношения, вы такие-сякие нехорошие. Но деньги мы вам не вернем. Но деньги мы вам не вернем. Ну, давай покажем момент, связанный с тем, как работает REST изнутри этого приложения для тех, для кого этот семинар, вебинар первый по REST API. Значит, что нам нужно, чтобы узнать, как ты получаешь список адресов. Давай посмотрим. Честно говоря, это было достаточно непростой задачей. Мне пришлось посадить рядом с собой разработчика CRM, который отвечает за создание этого API. И, в общем, немножко с ним поругаться. После чего он пообещал исправиться и сделать это так и немножко более укладывающимся в стандартную логику остального REST. Но попробуем так. Давайте тогда начнем немножко с нуля. Мы здесь запользовали библиотеку Максима Месилова, которую... Ну, мы, кстати, всегда рекомендуем ей пользоваться, если вам не хочется мучиться с REST прямо на совсем низком уровне. Есть хорошая обертка вокруг нашего REST API для PHP, которую сделал Максим Месилов. В виде классов, которые описывают сущности Bitrix24, позволяют дергать методы, связанные с этими сущностями. Эта библиотека постоянно дорабатывается, расширяется, в нее добавляется поддержка новых методов, новых столбов. Так что прямо вот highly recommended. Мы смотрели по статистике, ну, поэтому в прошлом году было, чуть ли не каждое четвертое приложение, которое активно работает в Bitrix24, на самом деле дергает REST при помощи этой библиотеки. То есть это хорошо протестированная штука, которая в реальных приложениях очень активно используется. То есть не просто чья-то там заготовка сырая, это нормальная, прям хорошая библиотека. Вот. Здесь я не стал сильно заморачиваться с объектно-ориентированным программированием, солид-принципами и прочим. У меня просто есть единый объект. Кстати, этот пример, наверное, мы потом после вебинара сделаем доступным. Да, мы его выложим в любом случае. Не могу сказать, что его можно считать идеалом, но тем не менее, основную работу с библиотекой мне все-таки пришлось в отдельный класс завернуть. Вот. И в данном случае, ну, в класс-обертку еще надо Максимовой библиотекой. И вот такая вот у нас получилась интересная функция, которая реализует достаточно тривиальную задачу получения адресов контакта или компании. Нетривиальным путем. Да, крайне нетривиальным путем. Вот. В данном случае потребовалось аж, по-моему, 4 запроса к Рестапе для того, чтобы эту простую задачу сделать. И это не предел. Да. То есть сначала мы получаем, то есть у нас уже к моменту получения этого, вызова этого метода, есть идентификаторы, есть тип сущности, для которого мы берем. В данном случае контакты компании. Для того, чтобы получить адрес, нам нужно сначала получить список реквизитов этой компании, потом пройтись по этим реквизитам и получить список полей этих реквизитов. В данном случае я это завернул в батч, потому что, ну, в пакетный вызов, потому что этих реквизитов может быть много. Вот. Потом пройтись по этому списку реквизитов, найти из них те, которые содержат поле адреса. Затем пройтись по списку тех реквизитов и вызвать из них, собственно, вот это самое поле адреса и получить его значение. И только после этого мы получим некий массив, который содержит список всех зарегистрированных адресов данного контакта или компании. Я посмотрел на этот ужас, понял, что это надо что-то менять. И в будущем, скорее всего, это будет на самом деле что-то типа CRM, контакт, адрес, get. Get fast. Да. Very, very. Ну, на самом деле, вы понимаете, что сложность связана и в том числе с тем, что у нас у одного контакта и у компании, может быть, к нему привязаны массовые наборы даже реквизитов. Не просто там поля с адресом там, чем-то еще, а фактически разные наборы реквизитов по количеству неограниченные для разных типов даже, в общем-то, сущностей. Это может быть у контакта реквизиты для физического лица, для индивидуального предпринимателя, там еще для кого-нибудь, может быть, пять реквизитов для пяти физических лиц. Ну, то есть, сама по себе структура достаточно сложная, но раз действительно нетривиальный, вот эти вот связки, и, наверное, не очень лаконично описанные в документации, поэтому приходится вот напрягать серое вещество и пытаться все это дело вырулить. Здесь действительно еще появляется ограничение на количество запросов, потому что, я в прошлый раз это говорил, мы ограничиваем количество совершаемых хитов по ресту, чтобы не создавать нагрузку на облако. Поэтому, когда для выполнения простой операции вам требуется 4 ТСК-запроса, 4, это, конечно, не очень хорошо, потому что данные нужны одни, а вы создаете нагрузку только ради того, чтобы их выцепить. Так что, да, это я их, это изначально было больше, да, это я их заменил на пакетный вызов. О чем тогда вообще речь вести? Три вызова? Ну, как сказать? Хорошо, в случае, если речь идет об открываемом вручную приложении, это вряд ли составит большую проблему, но для всякой автоматизации это нужно учитывать. Если соберетесь копировать этот код куда-нибудь для дальнейшего использования, имейте в виду, что в ближайшее время его можно будет очень сильно упростить. Давайте вернемся дальше к обработчику. Кого мы смотрели? Цветочки? Да, мы цветочки смотрели. Вот, фактически результатом этого кода появился массив, содержащий список адресов, которые мы выводим вместе с именем, после чего выводим просто фрейм на магазин, с которым мы договорились, что нам можно открывать его в фрейме. В данном случае это мой локальный интернет-магазин, просто демонстрационная площадка. Доставка цветов по опросу один из битых. Можно сказать так. Собственно, все. В данном случае нашему приложению никак не нужно взаимодействовать со своим окружением, поэтому на этом у нас все закончилось. Так, в какой момент? Ну, просто чтобы вы понимали, что библиотека, как Максим сказал, она построена, ну, не библиотека, а, пардон, класс построен на использовании стандартной библиотеки PHP SDK, и, по сути, всеми задачами авторизации и непосредственно вызовом REST занимается она. То есть в своем коде нам не приходится погружаться в формирование вот этого URL, которое я показывал на прошлых вебинарах, для того, чтобы обратиться к конкретному методу. Это все сделано в виде классовой обертки. В чем, собственно, удобство? Вы поднимаетесь на некий абстрактный уровень работы с объектами VITREX24, не заморачиваясь с мелкими техническими подробностями. Думайте только как бы про логику непосредственно. Ну, вот, собственно, здесь мы видим уже как раз код, а что он нам дает? Он дает то, что в библиотеке Максима для сущности CRM реализован фактически ActiveRecord, в котором мы создаем объект лида сделки контакта компании, ну, или чего-нибудь там еще, ну, и в дальнейшем этот объект у нас выходит сюда, и мы здесь просто делаем ему вызов по айдичнику, например. Точно так же мы можем его добавить, но об этом уже надо, собственно, Максима спрашивать, у него это все документировано. Как-нибудь надо с ним вебинарчик провести в библиотеке, я думаю, тоже всем пригодится. Так, ну, я думаю, с цветами и подарочками у нас все понятно. Покажем еще один сценарий, он больше веселенький, чем технологический. Если вы помните господина Петровича, этого мега-чувака, который, выходя раз в неделю из запоя, может двигать любую сделку к успешному окончанию, мы решили, что нужно внести в сценарий с Петровичем хай-тековскую струю. Все мы знаем, что самая струя сейчас – это распознавание образов по изображениям. Мы не могли пройти мимо этого, тем более, что у BDX24 есть технологии, которые позволяют всем этим делом заниматься. Поэтому мы для сделочек сделали еще одно встраиваемое приложение, которое позволит нам любую сделочку сдвинуть. Вот мы идем и видим приложение, которое называется Петрович. Как себе мы представляем этот сценарий? Вот я Петрович, он Петрович, он Петрович, а я как бы почти тоже Петрович. Я прихожу на работу и хочу сделать что-то полезное. Но я не всегда к этому готов. Потому что одно дело, когда я пришел в среду, например, я себя чувствую хорошо, отдохнувшим уже и готовым к работе. Другое дело, когда я прихожу в понедельник утром, воскресенье было тяжелое, и я к работе, в общем-то, не готов. Но поскольку мы все очень любим Петровича, но связываться с ним никто не хочет, мы перекладываем обязанность проверки состояния Петровича на робота. А также проверки того, что это действительно Петрович. Да, мало ли какой злоумышленник в нашем офисе захочет выдать себя за Петровича, чтобы дискредитировать этого прекрасного человека. Предположим, что таким злоумышленником у нас является Сергей. Мы его берем и говорим. Петрович не обнаружил. Это был совершенно не Петрович. А теперь представим ситуацию, что Петрович у нас пришел в понедельник. Будем показывать небритую физиономию Петровича? Сейчас найдем Петровича. Вот. Предположим, что вот наш Петрович. Как бы там мою физиономию убрать, чтобы она тоже не распозналась. Давай. Нет, не может он. Давай вот так вот. Сейчас, сейчас, сейчас. Видишь? Вот. Давай попробуем. Вот. Он распознал Петровича, но сообщил, что степень опьянения Петровича 67%. И сделку он собирать не имеет. А теперь мы вам предложим трезвого Петровича. Который бритый, веселый. И он говорит. Петровича передает. И автоматически передаем эту сделку Петровичу. И вот сейчас, если мы обновим, то увидим, что у этой сделки автоматически выставлена вероятность 100%. Петрович снова смог. Как и в прошлый раз. Петрович гений. Петрович эту сделку обязательно выполнит. Поэтому ее вероятность автоматически меняется. Собственно, с Петровичем все тоже довольно просто. Это, конечно, мы не отдаем в виде рестапе технологии. Ну, по крайней мере, пока. Я не знаю, может быть, в будущем мы что-то такое дадим. Как именно происходило распознавание лица, мы его, естественно, не покажем. Мы просто подключаем некий внешний сервис, который у нас распознает лицо. И нам через постмесседж дает команду, что опознал ли он или не опознал Петровича, а также степень его алкогольного опьянения. И мы смотрим, есть ли степень алкогольного опьянения меньше 40%. Что для Петровича это вообще не проблема, а его естественное состояние. Мы просто дергаем CRM deal update, крайне знакомый вами метод, и переназначаем его на Петровича. Петровича ID у нас это в данном случае единица, по-моему. И выставляем его, вероятно, 100%. Обращаю внимание, что здесь метод REST дергается из JS, то есть без использования Мессиловской библиотеки, которая сделана для PHP. То есть, чтобы вы не путались, что один и тот же принцип, но совершенно по-разному описано. Вот здесь, в этом конкретном приложении, REST мы дергаем прямо из JS, потому что у нас нет никакого ограничения, какими технологиями и на каком языке вы будете совершать HTTP-запрос к нашему REST. Здесь для простоты, поскольку никаких выборок нам не требуется, ничего такого, мы это показываем на JS. В остальных примерах, которые были сделаны на PHP, то есть в виде серверного приложения непосредственно, там REST дергался несколько сложнее, но, с другой стороны, там и сценарии были более сложные. Кстати, вот мы не упомянули. Дело в том, что работа в фрейме, который здесь у нас, она совершенно ничем не отличается от работы обычного приложения. То есть здесь точно так же можно подключить Яву скриптовую библиотеку и точно так же использовать все ее возможности. Здесь у меня в коде не видно его подключение, потому что оно в include вынесено, но мы точно так же подключаем API-Bitrix24.com, API-V1 и точно так же используем Яву скриптовую библиотеку по работе с REST. Как говорится, в Велках, можете сюда jQuery подключать, все остальные дела, которые вам нужны полностью управлять этим интерфейсом. Так, давайте посмотрим, что у нас с текущими вопросами. Кто-нибудь нам что-нибудь позадавал? Ну тут в самом начале задавали вопрос, можно еще одного разработчика добавить, чтобы быстрее дело пошло. На самом деле этот вопрос, он не совсем... в соответствии тому, что есть. Дело в том, что один разработчик разрабатывает, собственно, механизм REST. Да, на самом деле, я, может быть, не очень правильно донес информацию. Сам модуль управления REST, произвольным, его делал Максим. А непосредственно REST для конкретных объектов, конкретных модулей системы, этим занимаются массово те разработчики, которые, собственно, пилят сам продукт. То есть, когда я говорю про модуль REST, это не значит, что Максим сидит и каждый метод туда вставляет. Он сделал механизм, который позволяет заниматься авторизацией, проверкой прав и так далее, и так далее, и так далее. Но непосредственно методы REST пишут те, которые занимаются разработкой ядра. Вот кто пилит CRM-ку, они добавляют методы REST для CRM-ки. Кто пилит задачи, добавляют методы REST для задач. Поэтому в этом, на самом деле, масса людей участвует. Но механизм общий, который за всем этим делом следит, это епархия Максим. Так что оно идет максимально быстро, по возможности мы добавляем все методы, которые могут пригодиться в приложении. Кстати, на днях выйдет первая версия REST, ну первая версия, в смысле базовые методы по управлению рабочим днем. Очень тоже много у нас просили. Особенно сейчас это связано с тем, что начинают интегрировать внешние системы с Bitrix24 и хотят фиксировать начало и окончание рабочего дня, основываясь на каких-то там внешних системах, не знаю, карточным доступом, там еще что-то. В ближайшее время появится, он уже готов этот REST, сейчас тестируется, выйдет REST, чтобы вы смогли открывать, закрывать рабочий день, начинать перерыв и так далее, так далее. Так, без pop-up просто обработка по кнопке. Вот здесь мы переходим плавно к тому, что мы еще будем добавлять. Ну, если вы, коллеги, следили за нашими анонсами о том, как поменяется карточка объектов в CRM-ке, например, у нас есть несколько мест для встраивания. Так, сейчас бы как бы нам бы показать. На самом деле уже сейчас доступно встраивание в карточку звонка. Да, карточку звонка. Причем, более того, там... Наверное, не смогу продемонстрировать, потому что у меня здесь телефоней не подключено. Более того, там реализован уже некий JavaScript-овый интерфейс взаимодействия фрейма с приложением с окружающим интерфейсом. Для pop-up его особо было никак не сделать, но он есть. И там приложение может добавлять свои кнопки, обрабатывать свои кнопки. Наверное, вряд ли мы сможем что-нибудь сейчас показать. Тем более, что у нас нету обработчиков этого плейсмита. Если я думаю, если добавить очередь обзвона, может быть, он и сможет что-то сделать. Но нам добавить, ну, в любом случае, нужно добавить обработчик от приложения. Ну, да. Ну, я просто на пальцах продемонстрирую, что на самом деле вот в этой карточке звонка есть два места для встраивания. Во-первых, приложения смогут добавлять сюда вот свои закладочки, вот в эту область, если вы следите за... Ну, вот так вот я сейчас даже продемонстрирую. То есть, по сути, вы сюда сможете добавлять приложения, которые будут доступны оператору, работающему с телефонией, прямо из BX24. Ну, мы чаще всего здесь рассматриваем такие приложения, как разнообразные скрипты для обзвона, то есть инструкции, которые помогают оператору вести разговор и фиксировать его результаты, прямо здесь, не закрывая карточку звонка. И есть еще один плейсмент вот здесь вот, который на самом деле вот эти стандартные кнопочки будет заменять. Дополнять, вроде. И заменять в том числе, потому что мы же не знаем, как внешняя телефония занимается обзвонкой. Вот этот плейсмент позволит реализовывать сложные сценарии со своей телефонии. Ну, например, сюда можно положить приложение, которое реализует свой WebRTC с конкретного оператора телефонии. Начинать, заканчивать звонок, переключать его на другого оператора. Ну, это больше места для встраивания компаний, которые представляют услуги телефонии. Но вы тоже можете воспользоваться для каких-то вещей, которые для нас пока не очевидны, но вы уже в голове держите, вот место для встраивания у вас есть. И эти плейсменты уже тоже есть, они готовы, вы можете ими пользоваться. Ну, по крайней мере, вот местом для встройки скриптов телефонии, прям вот можете начинать и пилить уже. Через разу доступен метод placement.list, который показывает список всех зарегистрированных плейсментов портала. А вот, собственно, у нас он даже, вот он, получение списка доступных методов встраивания. Посмотрите, что именно у вас есть в Bitrix24. Ну, вот эти вот плейсменты, они реально уже сейчас раскатаны по всем, то есть это даже не для партнеров, а вообще на всех облачных Bitrix24 эти плейсменты есть. Значит, дальше мы планируем встраиваться непосредственно в карточку CRM. Если бы я сейчас был больше готов и открыл бы, давайте мы посмотрим. У нас же есть чудесные картиночки по этому поводу. Ну, вот такая, например. Это дизайн новой карточки, карточки CRM. Там будут, может быть, какие-то изменения, которые еще пока не сделаны, но суть в том, что здесь будет несколько мест для встраивания. Во-первых, вы опять же сможете сюда добавлять свои табы, наряду со стандартными. Фактически, находясь внутри сделки, вы будете открывать свой фрейм. Ну, вот такого вида, то есть вот на все вот это вот место, практически на всю карточку, в котором реализовывать нужный вам функционал. Например, какая-то статистика по сделке, какая-то информация из ERP-систем сложная. Я не знаю, там история кредитной линии, доступной этому конкретному клиенту, с графиком его платежей, что угодно. Дальше, а еще одно место предполагается, это вот такая секция, которая будет видна на основной части карточки сделки, лида, контакта и так далее. Вы сюда сможете выводить какие-то важные показатели, например, дополнительные кнопки интерфейсные, которые, опять же, будут какие-то попапы, например, открывать или переводить пользователя в другие разделы. Ну, можно, я не знаю, будет к этому конкретному клиенту, например, прикрепить рабочую группу Bitrix24, в которой вы ведете непосредственно сделки этого клиента. И чтобы по одной кнопке в эту группу перескочить, сделали здесь виджет с кнопочкой рабочая группа, пык, перешли в рабочую группу. Выпадающая, соответственно, менюшка, которая доступна в списках контактов, лидов в компании и так далее, они все, вот эти операции будут дублироваться, ну или не дублироваться, если вы свои отдельные сделаете, в выпадающем контекстном меню конкретного лида, конкретной сделки. Вы сможете тоже добавлять операции для этого конкретного объекта. Аналогичное встраивание предполагается для задач. Там даже мы сейчас дополнительные сценарии рассматриваем. Сейчас вот обсуждаются базовые вещи. Допустим, мы открываем задачку. Куда здесь можно будет встроиться? Конечно же, можно будет встроиться в выпадающую менюшку. То есть точно так же в контекстное меню конкретной задачи, как это работает в списках CRM, вы сможете добавлять свои операции. В списках задач аналогично пункта меню вы сможете добавить. Мы планируем сделать встраиваемую область в виде фрейма вот здесь вот. Она, конечно, будет побольше. Я просто сейчас здесь показываю само место для встраивания. Для того, чтобы вы сюда, опять же, могли выводить какие-то оперативные индикаторы, какие-то дополнительные кнопки. Ну, то есть минимальный на самом деле интерфейс, который позволит вызывать дополнительный функционал, при этом не сильно меняя внешний вид карточки, потому что здоровые куски информации, если вы сюда начинаете впихивать, это усложняет работу с стандартным интерфейсом. Приходится крутить, чтобы до кнопок дотянулся. Поэтому мы предполагаем, что такие места для встраивания, они будут небольшие, и, скорее всего, мы будем ограничивать размеры вот этих встраиваемых областей, чтобы вы не могли его поменять. Но его хватало, чтобы можно было там какой-то тулбарчик сделать, несколько цифровых, скажем так, показателей и так далее, и так далее. Опять же, в задачах, ну, здесь мы тоже видим, к сожалению, наверное, не самый последний интерфейс, потому что он сейчас будет переделываться. Вы знаете, что мы выпускаем Kanban, и в мае он уже будет доступен для всех. А можно будет добавлять свой вид отображения списка задач. И это вообще бомба, потому что вы сможете фактически полностью сделать интерфейс для задач, для вывода задач в том виде, в котором он вам нужен. Ну, с какими-то показателями KPI, с какой-то своей стандартизированной под конкретную бизнес-логику, может быть, под конкретного заказчика, фильтрацией задач и так далее. То есть, если вам не хватает Ганта, если вам не хватает стандартного Kanban, вам нужен какой-то интересный специфический вид, вы сможете его добавить вот сюда вот, и фактически пользователь, оставаясь в интерфейсе задач, просто будет переключаться на ваш вид, который вы уже формируете сами. Аналогичная история будет сделана с календарем, у которого тоже можно будет добавлять пользовательские виды отображения, скажем так. То есть, если вас стандартная сетка не устраивает, хочется, например, сделать календарь, который бы отображал автоматически погоду. Ну, бам, вы фактически добавляете свой способ отображения, и там нарисуете все, что угодно, мы вам просто поцелуем фрейм. Вот как-то так, это прямо из ближайшего запланированного. Ну, самое важное, конечно, это встраивание в карточки объектов, в карточки объектов CRM, в карточки задач. Это наиболее востребованные вещи, которые нужны чаще всего, потому что задачи CRM – это самые востребованные инструменты BITX24, туда хочется встроиться, потому что этот функционал – это то, чем пользователи пользуются реально каждый день. Хочется, наверное, какие-то нестандартные сценарии туда запилить. Вот, что у нас еще есть? Из карточки контакта как запустить? Ну, я думаю, я ответил на этот вопрос прямо сейчас, пока еще никак, но вообще вот в эту кнопку с четырьмя буквами «ИСЧОП» можно будет добавлять такие же операции, как мы сейчас продемонстрировали, добавлять в выпадающем менюшке списка объектов. Ну, еще будет, скорее всего, есть JavaScript-овый интерфейс, общение между… Да, мы про него, кстати, забыли рассказать. Есть еще один сценарий, который мы обдумывали. Ой, боже мой. Есть вот такая замечательная штука. Это была одна из самых первых вообще демок этого механизма, которая пока что, к сожалению, моему величайшему выпилена. Но на ней мы видим, что мы, в факте, мало того, что мы получаем данные из формы, мы еще и слушаем сразу события формы. То есть человек берет форму контакта, изменяет в ней поля, приложение, которое висит где-то над формой, эти поля, эти события ловит и как-то по-своему их обрабатывает. Вот, с учетом, что как только появятся места для встраивания в карточке, ну вот в виде встраиваемых именно областей, не по-пап-окошек, которые появляются только в момент раскрытия, а по-пап-окна, а которые прям будут жить в карточке. Мы, соответственно, сможем вот этот сценарий дополнить отлавливанием изменений данных в карточке в реальном времени. Сейчас пока нам сложно сказать, какие именно операции мы будем в виде обработчиков передавать. Мы, кстати, ждем предложения от вас по сценариям. То есть, если вы нам напишите, что нам хотелось бы отлавливать вот это вот для того, чтобы сделать вот это вот конкретное. Потому что сейчас у нас есть, например, сценарий, связанный, например, с обработкой товаров в сделке. Когда оператор вводит товары, и он указывает количество, при этом CRM-ка связана с какой-то внешней складской системой, хотелось бы отслеживать остатки на стороне складской системы, чтобы в сделке оператор не мог перезаложить лишнее количество товаров. То есть вот этот вот сценарий понятный. Мы сейчас думаем, как его упростить в такую интеграцию при помощи приложений встраиваемых. Вот если у вас есть аналогичный сценарий, которых заказчику ваших не хватает, или какие-то идеи по тиражным приложениям, которые вы не можете реализовать из-за подобных ограничений, не стесняйтесь, напишите. Это нам пригодится для того, чтобы правильно спроектировать доступные в дальнейшем вам события в карточке. Евгений говорит, get-параметры удобно, нам приходилось рефер раньше смотреть. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Всегда пожалуйста. Про интерфейсы. Про интерфейсы для распознавания лиц интересно. API понятно, что нет. А это сервис распознавания. Ну, вы знаете, что у нас встроенные сервисы распознавания от NTEK, по-моему, они называются. Можно строить сервисы, по-моему, по-моему, можно использовать. Вот через API, честно, пока нет никаких планов, поскольку я знаю. Да, пока не очень понятно, что с этим делать, но мы как бы вот в уме откладываем, что, наверное, мы какой-нибудь это API придумаем. Единственное, что вы, конечно, учитываете, что этот инструмент не бесплатный. Он не бесплатный даже в рамках пользовательского интерфейса. Пользователи Bitrix24 должны платить за распознавание. Поэтому, если мы выкатим REST, который позволит в автоматическом каком-то режиме дергать этот же функционал внутри Bitrix24, ну, каждая операция тоже потребует денег. Ну, то есть, пока вопрос не очень понятно, что с ним делать. С одной стороны, хочется. С другой стороны, пока бизнесовых сценариев с распознаванием, в общем-то, ограниченное количество, нужно ли это отдавать в приложение, мы пока не уверены. Интересно было бы посмотреть встраивание в карточку звонка. Ну, чисто технически, это тот же самый REST абсолютно, то есть, он ничем не отличается. Вы точно так же, как мы вот здесь вот напишите placement, только идентификатор placement у вас будет другой. Тот, который в документе. Да, а так будет открываться тот же самый фрейм. Ну, то есть, вот представьте, что вот этот вот открывающийся pop-up, на самом деле мы взяли этот pop-up и засунули в карточку звонка в виде таба. Вот, собственно, и все. То есть, с точки зрения разработки, вам нет никакой разницы, будет это отображаться в pop-up в момент там какого-то клика, или этот фрейм будет показываться в виде таба в момент работы с карточкой звонка. Вот, вообще никакой разницы. Ну, я думаю, я сделаю пример, который покажет встраивание в карточку звонка, но просто, чтобы было с чего начинать, запрос понять. Алексей, кстати, вроде бы уже публиковал даже такой пример, надо будет найти и тоже... Ну, он для себя-то точно писал? Нет. Чтобы проверить, я не знаю, публиковал ли или нет. Ну, будем, сделаем статью, дам эту ссылку на нее в комьюнити для разработчиков, регистрируйтесь, если кого еще там нет. Вот, кстати, вопрос к тебе. Сортировка будет для встроенных блоков в карточку? А почему это как тебе вопрос? А поясните, что значит сортировка? Дело в том, что вот эти блоки, если мы говорим про блоки, которые я показывал, секции, вот-вот-вот, сейчас скажу, какие. Про вот эти вот, про секции. То там за эту сортировку отвечают пользователи. Они на самом деле предполагаются дракон-дробные, чтобы их пользователь мог переносить и оставлять в том порядке, в котором нужно. То есть приложение добавляет этот плейсмент, добавляет вот эту секцию, а дальше пользователь решает, в каком порядке он эти секции хочет видеть. Ну, и мы все-таки считаем, что вряд ли у пользователя будет стоять 55 приложений одновременно, которые добавят туда целую кучу секций, ну, просто потому, что 80, если не 90 процентов функционала, который нужно пользователю, он закрывается стандартным функционалом Bitrix24. А оставшаяся вот эта вот доля, она и должна решаться при помощи внешних интеграций, при помощи внешних приложений. Как правило, это отраслевые очень вещи. Не может быть, что он одновременно захотел, я не знаю, там, виджет, связанный со строительством и с доставкой мороженого. Ну, это очень сомнительно. То есть количество этих блоков, оно все равно будет ограничено, и какие-то для него будут иметь самое важное значение для бизнеса. То есть он их наверх и вытащит. Но в любом случае это не на уровне REST решается, а пользователь выбирает сам. А вот тот же вопрос, что будет с менюшками. Вот мы добавили 15 менюшек, разные приложения. Как они сортируются? Ну, вот сейчас они будут сортироваться в порядке добавления примерно. Ну, вот, в принципе, можно будет добавить параметры сортировки, по крайней мере, в рамках одного приложения. Потому что там же могут быть и отразовые приложения. Да, и все захотят наверх. Естественно, каждый будет хотеть вылезти наверх. Вот. Поэтому, ну, честно говоря, я не уверен, что мы там сможем опять же дать это пользователю. Мы подумаем. Хороший вопрос, спасибо. Так, проверка маски поля. Да, да, этот сценарий нам понятен, и, собственно, мы про него тоже думаем. Когда нужна какая-то валидация, и, соответственно, мы ее вешаем на обработчик. Ну, это вот когда мы наконец-то выпустим встраивание в карточку, которая сможет взаимодействовать с формой, и на Ява Скрипте, собственно, там это и нужно будет каким-то образом реализовываться. То есть это, да, это один из основных сценариев, которые я вешу. То есть получение данных и, собственно, их валидация перед отправкой. Так, Евгений опять пишет, значит, вроде бы ответа четко не было на вопрос. Если айфрейм действия не открывать, а просто выполнить действия. А что подразумевается под действием? Ну, нет, я на самом деле подозреваю, о чем речь. И я когда думал про встраиваемые приложения, мы обсуждали даже, чтобы это просто дернуть некий там внешний URL, никак не... То есть, по сути, сделать событие, кликнули по моему пункту. Да, да. Ну, если будут сценарии использования, можно будет попробовать сделать. То есть это обсуждаемо. Ну, да, просто не открывать папа, и все, он там щелкнул. Но, с другой стороны, тут надо понимать, что просто щелкнул... У нас не будет ответа пользоваться. Да, у нас не будет ответа, и пользователь не будет понимать, а что-то произошло или нет. То есть, по-хорошему, все-таки должен быть какой-то ответ в этом случае, и мы должны как-то пользователю в интерфейсе это показать. Ну, иначе это как, я не знаю, там, удалил задачу, и мы даже не написали, что нормально все, никаких ошибок не произошло. Поэтому, ну, это такой сценарий, с одной стороны, понятный, с другой стороны, он неполный. И вот эта вот неполнота не позволила нам опции какие-то придумать по этому поводу. То есть, либо мы должны быть вынуждены какое-то там сообщение маленькое показывать, а чем это, по большому счету, от папа отличается, папа проскрылся, и там мы написали. Да, все произошло. Ну, то есть, как-то не очень понятно. Но если вы напишите, как вы собираетесь, в каких сценариях использовать, может быть, что-то мы придумаем. Можно добавить параметр, выполнить молча, выдать уведомления, открыть в iFrame. Ну, это вот как раз, да, про что я сейчас говорю, получается просто некое усложнение. Вот для нас выдавить уведомление, открыть в iFrame, по большому счету, одно и то же. С другой стороны, выдавить уведомление можно через стандартные уведомлялки или в чате, например, плюнуть. Вообще можно, но дело в том, что набор таких опций, он будет зависеть уже, скорее всего, от конкретных мест стройки. То есть, это получается, что для каждого места в стройке будет, помимо адресов, некая входящая конфигурация, которую тоже нужно будет, соответственно, как-то обрабатывать. Ну, будем думать. Спасибо. Спасибо за это. Хорошее предложение. Вот надо будет... Коллеги, давайте еще вопросы, потому что мы сейчас выключим все и уйдем. Ну, есть. Поэтому вот у вас сейчас есть хорошая возможность не просто даже какие-то вопросы задавать, а даже вот в неком таком режиме пообсуждать какие-то вещи. Давайте мы еще вот прям пару минут ждем. Если вопросов не будет, начнем закругляться. На универсальных списках нет возможности получать секции. Так, это, наверное, скорее вопрос к Капе. Слушай, а я что-то я не вижу, это этот самый. Да, почему-то у тебя не выводится. Скорее всего, уже вопрос к Капе универсальных списков вы можете через техподдержку. Так, вот как раз можно добавить параметры. Да, вроде все остальное было отвечено уже. Ага, вот, 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 точно. Чей будет и запись? Да, конечно, будет. Ну, в смысле, не конечно, потому что вот первые два витара мне пришлось отдельно скринкаст делать. Но в данном конкретно, слушай, вы меня напугали, я сейчас еще раз проверю. Запись идет. О, надо закрывать iFrame метод. Хороший вопрос. Дело в том, что у вот этого стандартного поп-апа по умолчанию есть единственное место, как его пользователь может закрыть, это маленький крестик, который находится где-то там. Давай продемонстрировать. Да. Ну, допустим, вкусняшку. Клопочку сможем добавить? Нет, вот, она уже добавлена, только не во вкусняшку, а в нафиг. В нафиг? Да. А, да, она же была в умолчании продемонстрирована. Там уже есть эта кнопка. Послать не очень. Это просто команда Яваскриптия. Вот она. Нет, вот она. BX24. А, ну да. BX24 Close Application. Дело в том, что, начиная с одной из недавних версий, приложения получили такую, пока, по-моему, еще не особо документированную возможность, как раз-таки предназначенную специально для плейсментов. Не конкретно для поп-апов, а как раз для встройки куда бы то ни было в интерфейсе. Есть метод BX24 Open Application, который покажет приложение в точно таком же поп-апе. Давай посмотрим, что у нас есть по поводу... Давай мы его попробуем вот в... Есть. ...в индексной странице. Нет, здесь это мы не увидим. Вот это работа с JS библиотекой. Дополнительные методы. А, вот, есть они уже. Вот они. Open Application и Close Application. Собственно, Open Application откроет основной адрес приложения в точно таком же поп-апе, независимо от места вызова, ну, там, где это не заблокировано. То есть там, где приложение уже в поп-апе, там оно, соответственно, не будет открываться еще раз. Вот, а, например, из карточки звонка, если это не заблокировано... И, собственно, из основного фрейма приложения. Это можно сделать из основного фрейма. Не только внутри своего фрейма, потому что это, кстати, известная головная боль. Мы показываем вам ваше приложение, а внутри фрейма. А вы, например, хотите открыть какой-то диалог. Диалог здоровый. К чему это приводит? Вы средствами HTML этот диалог открываете. Он ограничен рамками айфрейма, и, блин, это неудобно и так далее. Сейчас вот при помощи Open Application вы фактически можете открыть поп-ап на весь Bitrix24, то есть за пределы вот этого основного айфрейма. И там сделался дополнительный какой-то интерфейс, я не знаю, настройку опций и еще что-то. Вот для этого есть чудесный метод Open Application. И, соответственно, наоборот, чтобы закрыть этот открытый поп-ап, есть Close Application. Можете большую красную кнопку нарисовать. Закрыть его там! И все, и закрыть, пожалуйста. Более того, этот метод может быть вызван как из того фрейма, который открыт в поп-апе, так и из основного приложения, которое висит где-то там в фоне. Круто. Я, правда, не очень понял. Ну, смысла большого особого в этом нету, конечно, но можно. Ну, можно дать. Три секунды, жду три секунды, не введете пароль. Да нет, просто... Ну, это может быть каким-то архитектурным решением. Например, там, открытое в поп-апе приложение смокси ничего не делает, только через постмесседж или как-нибудь еще сообщает, там, кидая команду ради сфильскому фрейму. Вот. Так, что у нас еще? Вот. Мы ответили на вопрос Евгения, как закрывать iFrame. То есть, более того, даже наоборот, рекомендуется делать какие-нибудь кнопки, которые будут закрывать этот поп-ап. Потому что пользователям будет неудобно. У нас 14.03. Давайте. Время. Сейчас мы включим таймер. 14.05. Если у нас вопросов не будет, мы пойдем от вас уже. Я надеюсь, что вебинар был полезным, вы узнали что-то интересное. Я считаю, что это очень интересно, потому что строение приложения всем хотелось очень давно. Сейчас действительно сделан первый шаг. То есть, мы пока даем возможность встраиваться в поп-апы, но это уже офигенно расширяет возможности. Как минимум, один сценарий с смс-ками, он прям уже рабочий. То есть, это приложение вы можете прямо из BX24 поставить и посмотреть, как это сделано. То есть, по сути, уже сейчас вы можете значительно расширить стандартный функционал, при этом не решая проблемы, как я уже говорил, полностью переписывание интерфейса для выбора сделок, поиска контактов каких-то. Вы просто добавляете уже непосредственно свою бизнес-логику к операциям над конкретными объектами. Для этого поп-апов достаточно. По большому счету, уже сейчас большую часть сценариев можно за счет этого реализовать. Ну, просто один дополнительный клик возникает. Находясь в списке объектов, пользователь должен выпадашечку ткнуть. Следующим шагом мы сделаем виджеты, которые уже непосредственно встраиваются прямо в карточку и позволят без дополнительного клика пользователя отображать какую-то информацию. То есть, вот эти вот выпадающие менюшки, это скорее для совершения каких-то операций, которых нет стандартного в BX24. Для импорта и экспорта, для получения каких-то там данных из внешних систем. Но когда хочется выводить пользователю информацию сразу, вот он открыл контакт, и мы какую-то дополнительную информацию, ну, или там задачу, он открыл задачу, а мы показываем связанность с этой задачей заказа интернет-магазина. А задача предназначена для производства, примерно. То есть, вот для таких вещей, виджеты, которые будут в карточку встраиваться, они, конечно, удобнее. Хотя и не обязательно. Сам сценарий, по большому счету, можно уже реализовать сейчас, а когда мы сделаем плейсменты в карточку, ну, просто сделать это красивее, приятнее для пользователя, получше, так скажем. Но даже менюшек уже достаточно для того, чтобы серьезные какие-то сценарии реализовывать прямо сейчас. Мы для основных объектов уже все сделали. В течение мая будет стройка в задаче. Менюшки это уж как минимум, но я надеюсь, мы устроимся и в карточку в том числе. Вперед, ребята, вперед. Можно уже пилить, разрабатывать. Спасибо, Евгений, вам спасибо и пожалуйста. Фамилию, имя, не Острикова Сергея, а Максим Сидоренко зовут моего коллегу, но приставать вы к нему не сможете. На самом деле приставать вы можете к техподдержке, а техподдержка в случае чего будет приставать к нему. Я иногда появляюсь на том же самом Дев в портале, но правда редко. Ну, если есть какие-то вопросы, вы их пишите. Если я понимаю, что их надо ретранслировать Максиму, я его всегда в такие трейды приглашаю. То есть это никакой проблемы. Для этого, собственно, нужен Дев портал, чтобы был некий прямой контакт с ключевыми разработчиками. Просто надо понимать, что это все-таки не техподдержка, где он не сможет прям оперативно на все вопросы отвечать. Ну, большую часть вопросов я в случае чего без него закрою. А вот в тех вещах, в которых нужно там что-то допилить или потребуется обсуждение с ним, я его, конечно, буду звать, и вы сможете с ним пообщаться. Ну, и такие вопросы они в любом случае ко мне будут попадаться. Ну, да, мимо него не пройдут. Это вы можете быть уверены совершенно. Все, коллеги, 14.06. Я думаю, пора нам заканчивать. Спасибо, что вы были с нами. Надеюсь, что наши примеры вам помогут. Я их выложу, этот код обязательно, в DEV.Bitrix24.ru, как я это делал с предыдущими вебинарами. Запись тоже будет. Хочу сказать по поводу следующих вебинаров. Расписание я еще пока на май не составил, но прононсировал в ближайшие дни. И это, кстати, хорошая новость. Мы изменим время выхода вебинаров. Мы решили организационный вопрос, который позволит вебинары мне проводить в первой половине дня, чтобы, значит, охватить нашу сибирскую часть необъятной Родины, потому что они вынуждены смотреть все в записи. В 12 часов по Москве для них слишком поздно, они спят там уже у себя. Будем проводить пораньше, опять по средам, в еженедельном таком режиме, но, скорее всего, в 11 по Москве. Все, коллеги, спасибо, счастливо. Пишите в DevBitrix24 темы вебинаров, которые хотелось бы послушать. Вопросы к Максиму, вопросы по Ресту. Будем на них отвечать и в рабочем порядке. Если потребуется, проведем дополнительные вебинары. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин